4 ноября, как известно, наша молодая демократия, то есть государство, существующее на этой территории, Российская Федерация, отмечает свой недавно назначенный государственный праздник — День народного единства. Согласно офисозной версии, 4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе. По этому поводу мы должны этот день праздновать по замыслу наших власть-придержащих, отмечая единство общества перед угрозой внешнего врага. Что можно сказать по этому поводу? Во-первых, действительно, эти исторические события, то есть русская осмотра и ее успешное для нашей страны победоносное окончание действительно имели место. Действительно, такого рода события стоит помнить и даже стоит его отмечать как некую памятную дату. То есть здесь это все как раз вполне нормально и возражений не вызывает. Однако, если все-таки посмотреть более внимательно на вот этот официозный текст и также на то, что нам внушают сейчас из всех телевизоров, утюгов, стиральных машин и прочих предметов, то возникают некоторые такие существенные вопросы. Потому что на самом деле вот этот штурм Китай-города вторым ополчением под командованием Минина и Пожарского состоялся 22 октября 612 года по старому стилю. А этот день, как-то не странно для некоторых наших сограждан, соответствует не 4 ноября, а 1 ноября. Здесь на всякий случай поясню, потому что понятно, что те люди, которые ходили в советскую школу и при этом там не протирали штаны, а все-таки не ленились, они это и так знают. Но вот кое-кто, может быть, не знает или забыл. Дело в том, что существует таких два популярных календаря. Это юлианский и григорианский. Ну или, соответственно, как у нас было принято называть, юлианский календарь по старому стилю, а григорианский по-новому. Между этими календарями есть некоторая разница. Количество суток в календарном, в астрономическом годе, оно на самом деле не круглое. То есть, вот у нас считается, что год это 365 дней, но на самом деле там он чуть подольше. Поэтому, собственно, и в юлианском, и в григорианском календарях принято так, что вот три года идут обычные по 365 дней, а четвертый год високосные. То есть, там один день добавляется. Чтобы даты не сдвигались и все соответствовало примерно астрономическим реалиям, чтобы не получалось так, что у нас январь будет летом и тому подобное. Но дальше, после того, как этот календарь был установлен, через некоторое время тогдашние астрономы заметили, что все-таки здесь на самом деле более дробное число получается. То есть, вот такая именно просто устанавливать високосный год каждым четвертым — это недостаточно. Поэтому в григорианском календаре там сделана такая поправка, что там некоторые годы, которые попадают на круглую дату, то есть на конец столетия, то есть там 1700-1800, они, хотя вроде бы кратны четырем, но при этом високосными не являются. При этом получается, что григорианский календарь более точен астрономически. Соответственно, по этому календарю живет сейчас почти весь мир. Но Российская империя вплоть до 1917 года жила по юлианскому календарю, то есть по старому стилю. И, соответственно, русская православная церковь тоже продолжает по этому календарю жить, так скажем, вопреки законам природы. И, соответственно, получается так, что вот этот разрыв между новым и старым стилем постепенно нарастает. То есть, если в XVII веке этот разрыв составлял десять дней, то есть в те времена, когда, собственно, была русская смота и было вот это изгнание паликов с Кремля, то сегодня, то есть в XX и XXI веках этот разрыв уже составляет тринадцать дней. Но, опять же, поскольку многие люди об этом не знают, то есть как бы они, что называется, в школе ленились или просто нелюбопытные, то происходит такая вот, такого вот рода путаница. Поэтому вполне возможно, что у нас многие из наших новой российской элиты, они, в общем-то, вполне могли предположить, что вот 22 октября, это как раз добавляем тринадцать дней, получается 4 ноября, и все, можно праздновать. А на самом деле, получается, тут такая, так сказать, хроника событий, что, собственно, вот этот штурм Китая-города ополчением состоялся 1 ноября по новому стилю, соответственно, 5 ноября или 26 октября по старому стилю, польский гарнизон, который оставался в Кремле, подписал капитуляцию, и, соответственно, 6 ноября в Кремль вступили русские войска. Такие, в общем-то, знаковые даты, это, получается, 1 ноября, ну и, в общем-то, наверное, 6 ноября. А 4 ноября не происходило вообще ничего. Праздновать этот день сегодня — это такое некое недоразумение и даже в какой-то степени безграмотность. Но, впрочем, здесь есть еще одна причина, почему именно назначены на сегодняшний день. Дело в том, что, как я сказал уже, что у нас Русская Православная Церковь продолжает жить по старому календарю, а у них как раз вот в этот день, то есть 22 октября по старому стилю, установлен был праздник, день Казанской иконы Божьей Матери. И, соответственно, сегодня, если мы там включим телевизор, то можем услышать вот все эти песнопения, то есть они сегодня его торжественно отмечают. Поэтому, фактически, что получается, что, значит, сегодня как бы из таких знаменательных дат есть только вот этот религиозный праздник, который, опять же, в 17 веке отмечался 1 ноября по Григорианскому календарю, в 18 веке 2 ноября, в 19 веке 3 ноября, ну и, соответственно, в 20-21 веках он отмечается 4 ноября, а в следующем веке будет 5. То есть, значит, вот так он постепенно сдвигается. Ну, поскольку, значит, у нас государство наше официально светское, то есть, несмотря на то, что там очень многим нашим властимущим это очень хочется, но православие до сих пор не является государственной религией, а церковь у нас сделана от государства, то вот так прямо устанавливать религиозный праздник в качестве государственного как-то, видимо, посчитали неудобным. И поэтому вот здесь вот таким образом стыдливо вот этот назначил 4 ноября как такую, значит, там дату, как якобы, значит, светского какого-то события, хотя, опять же, этот день, в общем-то, он приятен для РПЦ, но как бы остальным гражданам он как-то непонятен. То есть, это как раз вот то наглядное проявление вот этой стыдливой поддержки РПЦ, когда, значит, она получает и госдотации, и всякие преференции, но при этом официально как бы государственной церковью не является. Но, собственно, а самое главное, а почему же вот этот праздник был назначен на 4 ноября, почему о нем вдруг вспомнили, значит, это, конечно, связано с тем, чтобы отличь внимание от другой, так скажем, знаменательной даты начала ноября, а именно от 7 ноября, то есть того дня, когда была совершена Великая Октябрьская социалистическая революция, которая, как мы помним, свергла власть эксплуататоров. И, в общем-то, после нее у нас на семь десятков лет в нашей стране установился такой достаточно справедливый строй, который действовал в интересах народа, в интересах трудящихся. Естественно, что это событие для нынешних, скажем так, власть имущих, власть придержащих очень неприятно, и поэтому они, в общем-то, хотят, чтобы эту дату как бы мы постепенно забыли. По этому поводу, значит, я, пожалуй, прочту здесь стихотворение известного патриотического блогера Марата Ахтемова. Над московским, над собором, ветер тучи собирает. Между тучей и собором гордо реет птеродактиль, истребителю подобный. Он кричит, и в крике слышно, нафиг здесь вообще я взялся, это ж не моя эпоха. Входит князь в железном шлеме, в узких пальцах железяка, птеродактиля увидев, очек неба поднимает, с общим скорбным выражением, как вы все меня достали. Входит минин с бородою, с топором таким же черным, на лице негодование, нахрена тут птеродактиль. Входит войско в острых шлемах, в чудо-юдо тычат пальцы, что ли художник обкурил, и стоят в недоумении. Птеродактиль развернулся, скинул вмиг парашютиста, все глядят в недоумении, кто такой свалился с неба. Входит Путин с красным флагом, обращается к героям. Нам так нужен этот праздник, именно как раз сегодня, чтоб забылся у народа прежний праздник коммунящий. Очень нужны нам герои, тоже чтоб под красным флагом, но на триста лет пораньше, на три дня пораньше тоже. Красный флаг вручает князю, в птеродактиль осадится, в темном небе исчезает. Ну, а собственно, что касается вот этой самой идеи национального примирения, вот этого народного единства, которому нас призывают, то здесь, в общем-то, наверное, будет очень актуально мнение большевиков, высказанное ими в 2014 году, когда началась Первая мировая война, о том, что не может быть единение народа с властью, когда она не является исполнительницей создательной воли народа, когда последний порабощен властью, когда народная масса бесправна. Ну и, соответственно, поскольку сейчас ситуация именно такая, то есть вот та самая Россия, которую мы потеряли, опять-таки найдена и сейчас у нас начала существовать, то естественно, что никакого народного единства сейчас тоже быть не может. Субтитры создавал DimaTorzok